Первый платеж 30% и беспроцентная рассрочка на 10 лет. Городская жилищная программа для молодежи в действии. Сегодня ключи от квартир получили 20 семей Кронштадта. На кураже и даже под градусом. Каршеринговые самокаты вспахивают неурегулированное правовое поле. Ежедневно собирают урожай жертв. 40 дней царского величия, 200 лет казенного существования и вновь имперская роскошь. Михайловский замок открывает ранее недоступные публики залы. Более полумиллиона петербуржцев завершили полный цикл вакцинации от COVID-19. Об этом заявил Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России. Заседание прошло в режиме видеоконференции под представительством вице-премьера Татьяны Голиковой. Губернатор Петербурга также отметил, что к организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая точки вакцинации в торговых центрах и спорткомплексах. При этом, как отмечают в Комитете по здравоохранению, нынешний темп вакцинации не позволяет в городе сформировать коллективный иммунитет. Паша, не только количество вакцины от людей, но и в течение какого времени это будет сделано. Потому что мы ведь знаем о том, что при гриппе вакцинируем людей ежегодно именно с этой целью, чтобы в течение короткого времени создать большую иммунную прослойку для того, чтобы эпидемия не распространялась. Если мы будем в течение года вакцинировать миллион людей от коронавирусной инфекции, то никакого толка от этого не будет. Нужно в течение трех-четырех месяцев максимум вакцинировать порядка двух миллионов человек. Дмитрий Лисовец также отметил, что последние три недели в стране и Петербурге в частности растет количество вновь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, а также число госпитализаций. Он призвал горожан активнее включаться в прививочную кампанию. Сейчас в городе действуют 134 пункта вакцинации, продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях. С наступлением дачного сезона и летних каникул планируется открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах Ленинградской области. Остров для жизни, молодой жизни. В Кронштадте сегодня 20 семей получили ключи от квартир. Они участвуют в городском проекте, рассчитанном на пары от 18 до 35 лет. Сделав первый платеж в 30%, семьи получили от города беспроцентную рассрочку на 10 лет на остаток суммы. Несмотря на пандемию, на реализацию программы город выделил в прошлом году миллиард рублей. А в этом году сумма увеличена почти вдвое. Ключи и подарки вручил губернатор Александр Беглов. К переезду у новоселов, естественно, все готово. В этом убедился Александр Буренин. В рамках программы молодежи «Доступное жилье» в Петербурге проводят капитальный ремонт аварийных домов сразу в нескольких районах. Кронштадт для новоселов обладает еще и особой атмосферой, немного волшебного острова. Мы любим Кронштадт, мы какое-то время здесь жили, и поэтому выбрали это место. Плюс рядом Московский собор, очень красивые места. Семьи уже увидели свои квартиры, а первый гость на новоселье – губернатор города. Добро пожаловать! Здравия, здоровья! Добро родить! Люди уверяют, к переезду почти все готово, осталось лишь прикупить кое-что. И потом еще кое-что. Уже наметили себе планировку, как что расставить, предвкушение. Спорим по поводу планировки тоже? Честно говоря, у нас как-то совместно все это. Я предлагаю, принимают девочки у нас. Высокие потолки, чистовая отделка и просторная кухня в программе могут участвовать петербуржцы до 35 лет. Они вносят 30% стоимости и получают беспроцентную рассрочку на остаток суммы на 10 лет. В прошлом году мы выделили более 1 миллиарда рублей на программу «Молодежь. Доступное жилье». Хотя было не просто ковидный год, был очень сложный. Но в этом году мы выделяли почти 2 миллиарда рублей. И вот сегодня сдаем 11 домов, 184 квартир, 184 молодых семей, которые смогут въехать в этот дом. Для новоселов подготовили инфраструктуру во дворе детской и спортивной площадки. Также каждый ребенок получил в подарок плюшевого медведя. Теперь осталось только придумать имя. А у меня тигр и собака и верес. И медведь теперь. Программа «Молодежь и доступное жилье» в Петербурге будет только развиваться. Еще немало семейных пар забудут заботы, связанные со съемным жильем или временным вынужденным проживанием с родителями. И сменит их на куда более приятные хлопоты. Какого цвета диван подобрать к обоим? Или куда правильно будет повесить телевизор? В новой квартире. В своей новой квартире. Александр Буренин, Александр Аксенов, Дмитрий Баландин, телеканал Санкт-Петербург. Езда без правил, потому что правила не прописаны. Очередной инцидент с участием электросамокатов произошел в самом центре Петербурга, на Невском проспекте. Молодые люди, воспользовавшись услугами кикшеринга, решили продемонстрировать свою лихость и мастерство. Последнее, увы, подвело. В результате был сбит пешеход, а нестандартное развлечение закончилось банальной дракой. Между тем, правила передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, например, гироскутерах, на федеральном уровне по-прежнему нигде и никак не регламентированы. Эту проблему поднимали эксперты в программе «Улица правды». Наши дороги для вело, мото, вот всех вот этих историй не приспособлены. Куда делать? Послушайте мне, нужны правила, которые регламентируют выезд на дорогу, на велосипеде, на самокате. Ну, потому что по тротуару на самокате ездить нельзя. В Петербурге пока эту проблему пытаются решить мирным путем. Самокатчикам запретят ездить со скоростью выше 15 км в час, а также оставлять транспортное средство возле станции метрополитена. Такая договоренность достигнута между городом и представителями кикшеринговых организаций. Помимо этого, в городе намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта. Вячеслав Макаров возглавит региональный список «Единой России» в Государственную Думу на предстоящих выборах. Такое решение принято сегодня на совещании с руководством партии. В связи с этим спикер городского парламента отказался от намерения участвовать в выборах в законодательное собрание Петербурга и снял свою кандидатуру с праймерис по одномандатному избирательному округу номер 3. На портале и в мобильном приложении «Единой карты Петербургца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Петербургцы уже высказали почти по 50 темам. Сегодня горожане могут озвучить свое мнение о качестве озеленения дворов. Принять участие в проекте «Городской диалог» могут только авторизованные на портале ЕКП «Петербургцы». Новые опросы публикуются два раза в неделю, а сам сервис использует блокчейн-технологию. Это исключает возможность фальсификации данных. При участии в опросах горожанам будут доступны дополнительные возможности от «Единой карты Петербургца». Подробнее можно узнать на портале проекта ekp.spb.ru или в одноименном мобильном приложении в разделе «Возможности». Ну вот как раз пример такой общественной активности по значимому вопросу «Петроэлектросбыт» отменил комиссию по взносам в пользу фонда капитального ремонта при оплате онлайн и через центры приема платежей энергетической компании. Напомню, с 1 мая счет за капремонт внесен в платежки «Петроэлектросбыта». До этого они назывались и учитывались в так называемой «розовой квитанции». Оператор установил комиссию в 1%, что вызвало возмущение горожан. Смольный приостановил действия договора между фондом и «Петроэлектросбытом». Для решения вопроса была создана специальная рабочая группа. И вот с 15 мая комиссия отменена. Министр культуры Ольга Любимова посетила сегодня Михайловский замок. Она ознакомилась с итогами масштабной реставрации парадных интерьеров. Ранее эти залы были недоступны посетителям. Здесь находилась военно-морская библиотека. Но в 2018 году по поручению президента Владимира Путина в замке начали восстановительные работы. Из федерального бюджета на это выделили 400 миллионов рублей. Реставрацию выполнили в короткие сроки, фактически за год. Сегодня открыты воскресенский зал, тронный, галерея арабесок и апартаменты камер Фрейлины Протасовой. Ольга Любимова посетила все залы. Однако цель ее визита не только в том, чтобы оценить реставрацию, но и обсудить дальнейший план работы. Трудно поверить, но еще ни одна нога туриста или местного жителя сюда не ступала. Да, были те, кто приходил в зал арабесок, в читальный зал военно-морской библиотеки, но все равно тогда не видел такой красоты. Ее просто не было. О парадных интерьерах Павла Первого история в какой-то момент просто забыла. Какой долгожданный этот был труд и насколько действительно тут все единодушно за это бились. Еще сложнее себе представить, что те залы, мимо которых мы проходили, мы все время проговаривали. Вот здесь были коммуналки, вот здесь были склады. В 2018-м по поручению президента России Владимира Путина в замке начали ремонт. Из федерального бюджета выделили 400 миллионов рублей. Работы выполнили, по сути, за два года. Уникальный случай. Сегодня открыты галерея арабесок, апартаменты камер Фрейлины Протасовой и Воскресенский зал. Известны тем, что здесь прощались с Павлом Первым. Он так и не успел насладиться своим творением. Его убили спустя 40 дней после новоселья. Здание отдали под учреждение. Здесь находилось знаменитое Николаевское инженерное училище. В течение года здесь все убрали, все растащили. Мы растащили, даже этот зеленый бархат, привезли его в Эрмитаж. Не потому что что-то, сейчас мы не говорим про Эрмитаж, но просто такое было. Весь мрамор убрали, с лестницы мраморной было убрано. Не успел пропитаться монархической пышностью тронный зал. Здесь не провели ни одной церемонии, хотя все для этого было готово. И гербы всех губерний империи в ожидании приемов блестели под потолком. И трон. Трон тоже блестел. Правда, не тот, что стоит здесь сейчас. Оригинал был утерян, но, к счастью, как бы сказали сегодня, он относился к типовым. Похожие хранятся в Эрмитаже и оружейной палате Московского Кремля. И по ним хотят изготовить копию. Прикладные вещи, они в сметы по реставрации, они не входят. И это деньги отдельные. Небольшие. Сделать его можно за миллион-два. Но их нужно взять из своего кармана. Залы открыты и ремонт замка завершен. Правда, как говорят сотрудники, на 90%. Остается последний рывок. Отреставрировать спальню, где зверски убили царя. Сейчас для музея это первостепенная задача. Артем Шарипов, Артур Хабибов, телеканал «Санкт-Петербург». В Петербурге, наконец, установилась теплая погода, располагающая к долгим прогулкам. Ну и пока одни стараются обойти все музеи и выставки, другие отдают предпочтение экскурсиям гастрономическим. Тем более, что количество ресторанов с кухнями всех стран мира уже сложно сосчитать. А с открытием новых креативных пространств в моду входят так называемые фуд-траки. Это формат быстрой уличной еды. И вот, Леня, я люблю греческую кухню, а какую кухню предпочитаешь ты? Я всеми руками и ногами за восточную люблю специи, остро. И вот в Приморском парке Победы как раз открылся очень мне подходящий фуд-трак. Подробнее о трендах в еде и лучших ресторанах города Максим Лебедев. В Петербурге находятся четыре из десяти лучших ресторанов России. И, в принципе, это само уже может стать таким трафикогенерирующим моментом. Одной культурой сыт не будешь. Среди гостей северной столицы уже немало тех, кому недостаточно мостов, музеев и соборов. Хочется еще и гастрономических открытий. Год от года Петербург приобретает статус центра высокой кухни. Мировые тренды в еде меняются очень быстро, но посетив город на Неве, за ними можно угнаться. Если говорить про направление кухни, то сейчас все более популярными становится мексиканская кухня. И кухня Гавайи – это так называемые поки и боулы. Это, как правило, рыба, рис, то есть низкокалорийные и полезные продукты, в общем-то. Банальными пиццей и рулами уже никого не удивишь, поэтому гастрономическая география Петербурга постоянно расширяется. Меняются и способы поиска заведений, где можно отведать деликатесы. Раньше это были специальные приложения, туристические буклеты, сейчас рекомендации блогеров и тематические телеграм-каналы. А тем, кто так и не смог определиться с выбором ресторана, стоит посетить фудпаркинг «Пикник на обочине». Он открылся в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Здесь расположились десятки вагончиков, каждый из которых представляет отдельный вид кухни – от бургеров и хот-догов до правильного питания. А главное, попробовать все это можно за одну большую прогулку. Этот гастрономический оазис появился в прошлом году. Тогда из-за пандемии рестораны потеряли часть клиентов. Владельцам решили помочь и устроили в парке фестиваль уличной кухни. Он длился всего месяц, но формат оказался успешным. А заодно в городе зародился еще один тренд – быстро и качественно. Здесь снова есть специфика своя, то есть это маленькое замкнутое помещение и большой поток гостей. Поэтому все умные шефы, они, естественно, делают спецблюда, которые очень быстро отдаются, при этом охарактеризуют их концепцию или их философию в еде в своих ресторанах. Теперь такой способ подачи блюд становится популярным. Об этом говорит и численность участников фестиваля. В прошлом году здесь были 12 рестораторов, сейчас – в два раза больше. Да и продолжительность Гранд Пикника растянулась на пять месяцев. Мы первый городской парк, который представляет такой проект, такой масштабный проект с уличной едой. Поэтому все резиденты, которые здесь представлены, каждый обладает какой-то своей уникальной фишкой, необычным меню. И у многих участников специальное блюдо разработано именно для локации нашего парка. В силу конкуренции можно ожидать, что подобных пространств появится много. В перспективе это новые точки на туристической карте Петербурга. А после снятия ряда противовирусных ограничений популярность классических ресторанов также возвращается. Так что повара северной столицы готовы знакомить гурманов с высокой культурой питания. Максим Лебедев, Кирилл Максимов, телеканал Санкт-Петербург. Великолепная пятерка готовится покинуть центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Это тюленята Крюкова, Крикуша, Лебяшка, Лахта и Демидов. Их нашли в разное время, некоторых в очень тяжелом состоянии, но сейчас они полностью здоровы, набрали необходимый вес и теперь будут учиться плавать в большом бассейне. Это заключительный этап реабилитации перед отправкой на волю. Специалисты фонда друзей Балтийской Нерпы будут кормить тюленят из-за ширмы, чтобы они не связывали появление пищи с человеком, а тренировали собственные охотничьи навыки. Когда зоологи будут полностью уверены в том, что тюлени готовы к самостоятельной жизни, их выпустят в Финский залив. Время деловых новостей. О них нам сегодня расскажет Аркадий Шароградский. Аркадий, добрый вечер. Вот мы с вами привиты российской вакциной. Это открывает нам возможности для зарубежного туризма или нет? Ирина Леонид, приветствую. Ну, на самом деле, мировая система учета прививочных сертификатов еще только формируется, она не отработана. Но что касается спутника, Греция готова впускать вакцинированных россиян. Подробности в выпуске. Спасибо.